Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня в студии телекомпании Универ ТВ очередное телевизионное заседание дискуссионного клуба. И я его ведущий журналист Рустам Вафин, а мне сегодня помогает журналист Альберт Бигбов. Тема нашего сегодняшнего разговора – международные научные коммуникации в условиях пандемии COVID-19, в условиях ограничительных санитарно-карантинных мер, которые ввели большинство государств мира. А поводом для этого разговора стал очередной форум, уже шестой форум международный, форум по педагогическому образованию, стартующий 27 мая, то есть уже на днях в Казани. И это будет первый в России международный научный форум, который будет проведен в виртуальном формате. Да и, собственно, в мире этот формат пока еще не сильно освоен. И в гостях у нас сегодня организаторы форума. Представляю вас – это директор Института психологии и образования профессор Айдар Мансурович Калимулин, завкафедрой педагогики Института психологии и образования профессор Валеева Роза Алексеевна, заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования, исполнительный директор форума Баклашова Татьяна Александровна. Бурных предложенных аплодисментов сегодня вам, к сожалению, не будет, потому что карантинные меры касаются и в том числе и нашей студии. Зрителей и гостей у нас сегодня, к сожалению, нет. Но это уже такой традиционный формат, уже два месяца их нет. Но, как видите, социальная дистанция соблюдается. Да, да, да. Мы, в общем, законопослушные. А начнем мы наш разговор вот с чего. В России уже два месяца действуют карантинные мероприятия. В некоторых странах и, в первую очередь, в научно-радостных странах. Эти мероприятия были введены еще раньше. Как эти меры ударили по международным научным контактам? И, в частности, по такому формату этих контактов, как конференции, форумы. Можно ли говорить, что COVID-19 возвел новый железный занавес на научные контакты? И как научное сообщество обходит или старается обойти эти препоны? Я предполагаю, что, наверное, вы начнете. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, мы переживаем вместе с вами очень сложное время. Об этом сейчас много пишут, говорят. Но сегодня мы бы хотели рассказать о том, как на это реагирует научная общественность. Так как не только нарушились экономические и иные связи. Наша жизнь в целом. Нарушилось и научное взаимодействие, коммуникация. Я хотел сказать в своем даже личном примере, что в течение марта, апреля и мая мы с коллегами планировали принять участие в трех очень крупных международных конференциях в Майами, в Сан-Франциско, в Глазго и в Эдинбурге. Но в итоге эти конференции были перенесены либо отменены, либо переведены в виртуальный формат. И в этой связи, конечно же, под угрозой оказалось проведение нашего шестого международного форума по педагогическому образованию. Мы провели большую подготовительную работу в течение года. Форум у нас стабильный. Он имеет уже очень такой большой круг наших добрых друзей, которые очень часто из года в год приезжают в Казань, потому что здесь интересно, полезно, здесь очень тесное научное общение. И в этом году мы даже немного переживали, потому что наши коллеги из других российских университетов, зная о датах проведения нашего форума, мы планировали это сделать 27-29 мая, буквально за три дня, за неделю, запланировали уже после нас проведение своих научных мероприятий. Они даже были названы примерно так, в тоже международные форумы по педагогическому образованию в университетах и иначе. Понятно, что это тоже конкуренция в научном мире, прежде всего за умы, за внимание, за авторитет. И я первоначально побаивался в том, что к нам в этом году приедет меньше участников. Но, вы знаете, я был очень горд тем, что, видимо, наш форум уже устоялся, он действительно нужен для научно-педагогической общественности. И когда мы закрыли регистрацию, выяснилось, что участников в этом году у нас стало еще гораздо больше. И поэтому, наверное, мы не могли обмануть их ожидания. И после долгих таких раздумий, действительно, потому что проведение такой конференции в виртуальном формате, крупной конференции, это очень серьезный вызов, испытание для нас. И мы все-таки решились это сделать здесь в свои возможности. Благо, Казанский федеральный университет является нерядовым университетом в образовательной системе Российской Федерации. И это очень сильный университет. И наш форум тоже является одним из его атрибутов. Это был серьезный вызов. И я рад, что вот на данный момент, когда остается за всего лишь несколько дней до начала нашего форума, я, кстати, должен оговориться, что мы его растянули, потому что в виртуальном формате за три дня мы уже уложиться не можем. Он будет проходить в течение десяти рабочих дней и двух календарных недель. Это тоже вызов. Я просто хотел бы пояснить, что виртуальный формат предполагает уже более такую длительную работу ученых. И многие конференции, они растягиваются на месяц, на полтора. Например, наши коллеги из одного из московских вузов свою тоже мощную конференцию, известную, растянули на два месяца. Но мы решили провести в две недели, потому что это тоже показатель наших возможностей. Ну и, наверное, чисто так по-обывательски мы понимаем, когда идет долго, это может затянуться, это уходит на задний план. И поэтому надо очень так консолидированно, концентрированно обсудить те проблемы, которые перед нами стоят. А скажите, а почему другие вузы, российские вузы, ну и зарубежные, не используют этот формат и не очень охотно к нему идут? Вы уже сказали, что множество конференций были отменены. И даже те университеты, которые и институты делали конференции в качестве пику, в конкуренции нашему форуму, они от него отказались и не ушли в виртуальный формат в итоге. Почему, на ваш взгляд? Какие там сложности возникают, что люди так просто испуганно бросают это дело и уходят в самоизоляцию? С словами, пока не закончится, мы и не будем. Здесь, конечно же, надо отметить фактор, что наши вузы, все-таки находятся еще в начальной промежуточной стадии цифровизации. Говоря о техническом оснащении вузов, и здесь, наверное, каждый из нас может догадываться о той не очень хорошей статистике успешности организации образовательного процесса в отдельных вузах, особенно в небольших вузах. И вторая часть – это, конечно же, компетентность преподавателей и российских ученых к работе в подобном формате. Я приведу лишь такой пример, что наша конференция, вот этот виртуальный формат, он потребовал гораздо больших усилий и от участников, потому что они должны заранее подготовить и видеопрезентацию, озвучить, кто-то должен подготовить там и видеоролики. И у нас это сеялось на первом этапе 10%, а сейчас, я думаю, еще 10% тоже участников, хотя объемы очень большие. Это крупнейшая конференция, я должен сказать, крупнейшая конференция в области педагогического образования. Скорее всего, даже она крупнейшая в России, странах СНГ, Восточной Европы. И вот я специально просматривал сайты других специализированных конференций по педагогическому образованию. Я отговариваю, что есть конференции просто по образованию, там, где широкий круг проблем рассматривается, но по teacher education мы однозначно входим в число крупнейших конференций в мире по количеству участников. И это вот тот путь, который мы прошли. И вот участники отсеивались, потому что они просто, иногда это проходило даже с определенными небольшими конфликтами, вы от нас много требуете и так далее. Но для меня тут очевидно, что за этой, наверное, негативной реакцией стоит просто страх некоторых наших потенциальных участников, которые испугались вот такой подготовки и просто не имеют компетенции для подготовки докладов в этом формате. Что касается вузов, которые отказались, я думаю, что, наверное, это опять-таки проблема с отсутствием команды, технических средств для проведения данной конференции и, скорее всего, опыта. Не секрет, что КФУ в области teacher education за последние годы стал самым продвинутым российским университетом, потому что мы представлены практически во всех международных профильных ассоциациях, мы участвуем во всех представительных конференциях в области education и teacher education. И мы смогли, вот Роза Алексеевна об этом подробнее расскажет, мы смогли накопить уникальный опыт. По крайней мере, у нас есть очень хороший кругозор, и эти проблемы мы решаем. И, наверное, коллегам в этом плане было сложнее. Вы знаете, я как раз этот момент психологический очень хотел бы тоже поднять и спросить, наверное, это к Розе Алексеевне вопрос. Вот конференция, международная конференция, возможность поехать в другую страну, выступить там, завязать какие-то контакты, еще часто такое называют выражение, есть такое выражение «научный туризм». Я не отношусь к этому явлению плохо, это на самом деле действительно хорошо, и когда люди... Это один из тех бонусов, которые у профессорского преподавательского состава, особенно качественного профессорского преподавательского состава, он есть, и возможность выехать в другую страну, посмотреть эту страну заодно к своей работе, это прекрасно на самом деле. Я подозреваю, что это было таким очень серьезным мотивом, чтобы посещать мероприятия подобного рода. Сейчас этот бонус исчез. Это вот... Я не знаю, насколько это был важный бонус. Вот, кстати, подобные виртуальные конференции показывают, скажем так, у Уоррен Баффета есть выражение «кризис...» Это отлив про кризис. Отлив покажет, кто плавал без трусов. В данном случае это тоже ситуация кризисная. Любое новое неожиданное решение – это определенный кризис, психологический кризис, дискомфорт. Вот, скажем так, вот отсев 20% – это те самые, для которых междунаучный туризм был основной целью. То есть поехать в Казань, поесть чак-чак, съездить на автобусах по туристическим местам. Можно сказать, что вот этот отсев – это как раз отсев тех людей, которым вот научный туризм был важнее, чем сама работа? Ну, если начинать говорить о научном туризме, то я бы сказала, что для нас вот эти поездки – это огромная работа. Вот чтобы посмотреть город, в который ты поехал, это нужно выкраивать время от работы всей конференции. Конференции вот эти зарубежные, как правило, они проходят с 8 утра и до 7 часов вечера. Это беспрерывная работа. Если ты едешь для того, чтобы пополнить свои знания, чтобы познакомиться с новыми коллегами, чтобы сделать задел для следующего форума, для дальнейших каких-то проектов, то вылезать из здания, где проходит эта конференция, абсолютно невозможно. И посмотреть какие-то… Если конференция не предусмотрела, то есть организаторы не предусмотрели вот эту туристическую программу, культурную программу так называемую, то тогда становится почти невозможно. И приходится выкраивать, находить специальные такие туристические компании, которые могут индивидуально тебя проводить по городу, для того чтобы хоть вечером вы могли бы посмотреть, или в обеденный перерыв посмотреть город. Я не верю, чтобы в Татарстанском форуме международном научном в Казани не было туристических программ. Такого быть не нужно. Но речь идет о зарубежных. К сожалению, зарубежные организаторы конференции не очень об этом заботятся. У нас мы всегда рассматриваем варианты того, чтобы не только увидели университет, но еще увидели республику, увидели город, потому что это тоже очень важное… Ну, как сказать, если в просторечии зазывалка, для того, чтобы они увидели возможности города, красоту города, и в следующий год снова собрались сюда приехать. Это так, это и есть. А про отсев, который вы сказали, я думаю, что не потому, что они ездили по мотиву научного туризма, а просто либо нет возможностей. таких… Речь идет не о зарубежных коллегах. У них, конечно, эти возможности есть. Прежде всего, речь идет об отсеве наших участников из России. Не во всех университетах есть возможность принять участие в таком формате форума. И даже у некоторых зарубежных. Например, коллега нашей из Болгарии, профессор Виара Гюрова, Софийский университет. Она участвует у нас в двух симпозиумах. И она прислала уже свою презентацию. Она сделала PowerPoint-презентацию, но одновременно написала. К сожалению, видео своего выступления я прислать вам не смогу. У нас нет такой возможности. То есть даже в некоторых вузах зарубежных нет возможности принимать участие в таком онлайн-формате. В связи с этим как раз вот этот отсев порядка 20% и произошел. Я просто бы хотел добавить к словам Розы Алексеевны по поводу участия в зарубежных конференциях. Мне посчастливилось все свои первые международные шаги. Я делал под руководством Розы Алексеевны. Мы выезжали на конференции. И здесь вот действительно, да, то есть это правда, что мы посещаем буквально весь день, сидим на конференцию, слушаем, заводим общение. Я всегда рассказываю интересную такую смешную историю, что годы лет пять назад мы оказались на конференции и стоим как бедные родственники. Нас никто не знает на конференции. Встречаются иностранцы. Там чмоки-чмоки. Hello, Bill. Hello, Maria. How are you? Я говорю на тарском языке. Роза Алексеевна, доживем ли мы до такого времени, когда нас тоже все будут узнавать? И вот Роза Алексеевна практически на каждой конференции, я нисколько не преувеличиваю, в конце каждой сессии, когда возникает дискуссия, она поднимала Розу. My name is Rosa. I am from Kazan Federal University. I have questions. И начинал задавать вопросы. И все оборачивались, все смотрели, все ее узнавали. Потом подходили. Завязывалась дискуссия. И вот в последние конференции мы приезжаем, и уже мы, там кто-то стоит, видим, как бедный родственник, а уже у нас. Hello, Ider. Hello, Rosa. How are you? И вот эти люди потом, они знают Казанский федеральный университет, они приезжают сюда. И вот, например, я даже, наверное, не преувеличу, в области teacher education, Роза Алексеевна сейчас самый известный российский ученый за рубежом. То есть те публикации, которые она имеет, те обращения, куда ее приглашают. Я напомню, что она выступала и в Европарламенте. Ее приглашают, оплачивая ее визиты. То есть она является таким послом педагогического образования за границей. И вот эта известность, которая к ней пришла, а публикации, вот даже последняя ее публикация в Oxford University Press, в Оксфордской энциклопедии по образованию, получается, целый раздел, это тоже о чем-то говорит. Поэтому мы тоже стали известными. И я соглашусь, что конференции не назовешь очень легкими, потому что наш приоритет – участие только в престижных конференциях, там, где есть отбор, там, где собираются сливки, потому что простая конференция – это трата времени пустая, и туда, куда нужно подготовиться, туда, куда просто так не берут. И вот у меня в этом году даже был феномен. Некоторые коллеги еще зимой отказывались от участия в конференциях 2020 года. Спрашивал, почему? Айдар Мансуревич, в прошлом году мы участвовали, например, в конференции британской ассоциации исследований в образовании, очень сильная конференция, да, говорит, у меня весь отпуск ушел. Четыре месяца подготовки ушло на это. Вот Татьяна Александровна тоже на участнике конференции. Четыре месяца входит на подготовку, да, получается, да. Ну, ты съездил, посмотрел, там, пятидневные, там, больше пяти дней командировка у нас не бывает, да, что там? Я лучше сама съезжу куда-нибудь в Европу посмотрю, но это огромный труд. И вот это преломнение, вопрос очень правильный, потому что этот феномен научного туризма существует, да, получается, к сожалению, да, да. Я отношусь с ним очень хорошо. Но он постепенно преломляется. И еще один момент, да, все-таки мы ученые, надо понять, да, а ученые – это художник, это творческий человек, да. И вот эта обстановка выезда, попадание в новую среду, общение с коллегами, да, это большой импульс, понимаете, для нас. Когда мы слушаем, оп, отличная идея, да, подошел по тебе, посоветовал что-то, получается, да, хоп, мы поймали, да, и это новый импульс для того, что мы пришли, мы опять садились за компьютер и писали начальник нашей работы. Вот когда нет таких бонусов и нет таких импульсов, а виртуальная конференция, подполагая, все-таки намного сглаженный вот этот эмоциональный фон, и при этом вы сказали, что намного больше необходимо усилий приложить для участников, чтобы презентовать себя и свои разработки, свои исследования. Скажем так, чем вы берете? Потому что 20% отказа это, на самом деле, немного. Да. Какие бонусы получают те люди, которые приходят к вам? Я понимаю, что есть топы, которым вы дружите просто лично, да, иностранные какие-то известные, которые являются, в том числе входят в арт-комитет, наверное, или как почетный арт-комитет этого форума. А, например, наши ученые с Новосибирска, с Томска, с Москвы, для которых, ну, рядовой, рядовой ученый, он не очень известен, он может отказаться от этой конференции, да, он потратит меньше усилий, он не будет снимать видео, не будет какие-то еще технические вещи, которых, может быть, я даже не знаю, которые требуются для участия в вашей конференции, ему просто дождаться проще следующего года и поехать потом сюда же в Казань и встретиться с людьми, возможно получить вот самые импульсы от общения с коллегами, возможно получить импульсы от поедания чак-чака на улице Баумана, поход в театр. Ну, то есть, чем вы сейчас берете этих людей? Почему они все равно к вам приходят? Я скажу одним словом, а потом передам слово коллегам, да, мы берем репутации. Которая сформировалась у нас. Конечно. Репутации, где эта площадка, где они могут коммуницировать. И вот сейчас мы делаем рассылку, да, во все вузы, а их более 250, которые готовят учителей в России, с предложением и с уникальной возможностью бесплатно студентам входить и слушать наши лекции. Но только входить и слушать, да. А для участников мы представляем еще возможность принять участие в обсуждении. У них будет совершенно другой вход, да, у них будет свой код, они входят и участвуют. И вот эта коммуникация, это общение, как раз таки это для них привлекательный момент. И еще один важный момент, да. Мы сразу взяли курс на то, что наши конференции, наш форум, это мост между Россией и международными учеными. Поэтому наши публикации мы должны продвигать за рубеж. Они должны индексироваться в наукометрических системах. Не только в Ринсе, но и в базе данного скопа, в App of Science. И вот я очень горд и благодарю своих коллег, да, мы ни разу не подвели своих участников. И все наши сборники, а вы, наверное, знаете, что сборники отсылаются в эти агентства, и они просто могут все не индексировать, да, получать отрицательный ответ, да. И вот, видимо, это качество, которое мы там задаем, да, все наши сборники практически с заключением первого форума были, мы тогда еще не знали, что это можно делать, были проиндексированы в базе данных в App of Science. В этом году мы пошли дальше. Мы, наверное, первые в России направили свой сборник на верификацию в базу данных с Копус, да. И первый этап экспертизы мы прошли успешно. Ждем результаты, это очень длительный процесс. Это тоже фактор привлекательный, потому что через нас российские ученые из того же самого, там, Новосибирска, там, Сахалина, там, и так далее, они выходят в международное сообщество. Причем они показывают результаты своих исследований. И у нас есть масса примеров, я просто приведу пример, да, получается, да. Вот многие коллеги, зарубежные даже, находят партнеров уже, да, и контакты именно на ИФТ, да, получается, да. Вот наши коллеги из технического университета Дрездена, это один из сильнейших десяти университетов Германии, да, получается, да. То есть они приехали, они общались, наши добрые друзья, да, а осенью он проводит свою конференцию, да. И 60% участников, это те, с кем они познакомились с Казани на ИФТ. И они это признают, они благодарят нас, да. Вот буквально на днях у нас была тоже такая виртуальный семинар, да, который организовали наши немецкие коллеги. И мы смотрим, опять-таки там, ну, 50% это те, кто мы знаем, с кем они познакомились, если ты подружился в Казани. С кем-то, как перефразируем старую песню, да, получается. Поэтому вот эти факторы для россиян очень привлекательны. И в том числе там были и российские ученые, которых мы дальше продвигаем. И здесь есть возможность познакомиться. Сейчас, конечно, в прежние годы это было лицом к лицу познакомиться. Такая возможность есть на конференциях, на культурных мероприятиях. А сейчас это возможно будет в виртуальном формате. И очень часто мы ждем от них экспертизы. И может быть, Татьяна Александровна еще добавит что-то. Я, Татьяна Александровна, хотел спросить вот такой вопрос задатей. Вы отвечаете за техническую часть подготовки виртуальной этой конференции. И я так понимаю, что для вас тоже совершенно новое дело. И с какими трудностями вы столкнулись именно с технической частью? Вот, может быть, с Макрософтом, как вы нашли общий контакт, тоже, может, подробнее расскажете. Спасибо большое за ваш вопрос. Я хотела бы сказать, прежде всего, выразить слова большой благодарности инженерам Казанского федерального университета и инженерам компании Майкрософт, которые работают в такой тесной связке, в таком содружестве. И нас поддерживают. Буквально вчера было совещание с инженерами. И Дарман Сурыч не даст соврать, что это была такая очень продуктивная беседа. И, на самом деле, когда мы слышим поддержку инженеров, когда мы слышим ту архитектуру форума, которую они для нас организуют, это конференц-пространство, это особое пространство. Ну, чувствуем уверенность в том, что дело должно получиться. На самом деле, количество участников в этом году огромное. Дарман Сурыч об этом уже сказал. Говорили о том, что 20% докладчиков и авторов от нас ушло, но я озвучу некоторые цифры для статистики. На форуме прозвучит 575 докладов. Это достаточно большая цифра. Заседания будут проведены в разных форматах. Это будут и мастер-классы, и круглые столы. Это будут научные секции. Кроме того, мы приняли решение организовать специальные исследовательские группы для того, чтобы укрепить наши позиции в научном мире. Мы проанализировали базу заявок, а заявок в этом году 861. И пришли к выводу, что можем скоординировать работу форума по 14 исследовательским группам. Мы выбрали председателей этих исследовательских групп. Их тематика абсолютно разнообразна, начиная от стратегии трансформации педагогического образования, заканчивая профессиональной подготовкой педагога. И председатели, которые представлены в лице как наших коллег из Казанского федерального университета, так и зарубежных наших коллег, зарубежных наших партнеров, они проведут в рамках исследовательской группы по 3 заседания. То есть в общей сложности получится 39 заседаний этих исследовательских групп. Это особый формат. Многие из них пройдут на английском языке. И нам не понадобится синхронный перевод, потому что ряд наших коллег владеет английским языком и, соответственно, сможет организовать эту коммуникацию на достаточно высоком уровне. Затем регистрация участников в этом году организовывалась на базе платформы «Ломоносов». Наверняка она вам известна. Достаточно удобный инструмент. С декабря мы начали свою работу. И там у авторов много возможностей. Они могут отметить и свою способность выступить на английском языке во время доклада. Они могут отметить и предоставить все данные о себе. Это очень важно, когда мы формируем уже сборники статей, поскольку есть определенные требования от редакторов этих сборников, от редакторов этих журналов. То есть это очень удобный инструмент, который мы используем. И в этом отношении, конечно, опять-таки слова благодарности нашим инженерам, которые нам помогают это все реализовывать. Обратная связь с автором. Технически как это выглядит? Сейчас я поясню. Мой идеальный образ виртуальной конференции, когда ученые где-то в Британии или в Новосибирске одевают виртуальные очки, входит в программу, он заходит в этот зал, и сидят его такие же коллеги в очках. Виртуальные образы их копии обсуждают, и получается такой эффект присутствия. Мы до этого еще не дошли? Или собирались в какую-то сторону двигаться? У нас будет приблизительно так. Поскольку мы будем работать при помощи Microsoft Teams, и поскольку... То есть будут прямо очки виртуальной реальности. Очков не будет. Виртуальные очки у нас есть. Виртуальные очки у нас есть. Это хорошая идея, поэтому мы продумываем. Это хорошая идея. Но на самом деле, в принципе, все собрания, все трансляции, они будут доступны гостям тоже. То есть есть люди, которые будут... Сами докладчики, авторы, которые зарегистрировались на платформе Ломоносов. Наши зарубежные коллеги, они получат учетную запись от наших инженеров. А те люди, которые захотят спонтанно зайти в любую трансляцию собраний, смогут это сделать. Зайтя на титульную страницу сайта, увидев календарь форума, выбрав ту секцию, то заседание, которое для них интересно, они нажмут на короткую ссылку и сразу окажутся в трансляции или в собрании. Вот по поводу выбора. Вот мне вот этот вопрос, который тоже интересует. Когда проходит научная конференция в режиме привычном оффлайн, то есть когда эти большие красивые автобусы привозят наших участников в красивые здания, где они сидят в реальности, и потом фуршеты и туризм, не всегда понятно, что из представленных докладчиками и вот в секциях действительно интересно. А интересно научному миру, окружающему миру? Ну, не всегда можно понять, да? Потому что люди сидят в зале, человек выступает, не всегда удобно уйти от них с такого заседания. Очень много тоже психологических моментов возникает. Очень часто там присутствуют студенты иногда, которых не всегда невольно в режиме. Но надо просто составить зал, чтобы это все было красиво и приятно. Когда мы говорим о виртуальной конференции, вот здесь очень четко возникает момент интереса. Даже не участника, а зрителя и тех, кому эти вещи интересны. Может так случиться, что 500 докладов получается? 575. Да, почти 600 докладов. Может так случиться, что на дне доклада будет достаточно большое количество, вы увидите эти клики, да, кто-то приходит, заходит, смотрит от начала до конца, а на что-то не будет вообще ничего. Вы такую ситуацию прогнозируете? Такое может случаться, но опять-таки здесь вопрос качества и уровня конференции. Форум настолько уже высок по своему уровню, по уровню организации. Вы знаете, я думаю, что те коллеги, когда мы собираемся в своих секциях, когда мы собираемся в рамках заседания, настолько интересны друг с другом, у нас всего лишь два часа у четырех авторов или у четырех команд, потому что у доклада может быть несколько авторов, это может быть в соавторстве подготовлено. У нас настолько немного времени для того, чтобы поделиться друг с другом результатами исследований, что в принципе даже если там никого больше не будет, может быть нам будет и лучше, потому что это будет более конструктивная, продуктивная научная беседа. Я абсолютно не переживаю. Я добавлю тоже, да, вот вашу идею. Я согласен с Татьяной Александровной, потому что, в принципе, чем теснее круг, то есть отличие в том, что здесь где-то без заловки, да, получается, как это часто бывает на традиционных конференциях, чтобы было количество, то есть интересно, то человек работает, да, и поэтому, если это работает, пусть даже четыре человека, непосредственно докладчика, наша задача в том, чтобы они сплотились вокруг одной темы и затем смогли подготовить исследование либо сделать подачу, подать заявку на грант и так далее. Но очень тонко подмеченная деталь вами, да, в том плане, что эта информация важна для меня как для администратора, как для организатора вузовской науки, да. То есть, безусловно, мы запросили у наших партнеров из компании Microsoft, да, и нам будет предоставляться ежедневная аналитика, да, по количеству входов в ту или иную секцию, да, и будет предоставлена итоговая аналитика, да. И, в принципе, вы правы, мы можем видеть, что отдельные темы, это будет, да, не пользовались популярностью, они были неинтересны, да. Наверное, это сигнал, как для самого автора, да, посмотреть, что, в принципе, наверное, он не совсем актуален, да, и, наверное, надо менять ему сферу научных интересов, а такие ученые есть, к сожалению, да. И второй момент, для меня, как для организатора науки, это тоже сигнал, посмотреть, условно говоря, что преподаватель, там, Иванов, да, получается, с таким-то исследованием, да, которое никому не интересно, да, если оно неинтересно слушателям, оно не будет интересно. Неинтересно редакторам, да, журналам там, оно не будет опубликовано, да. И вот мы выходим уже на другой вопрос, да, насколько он состоялся как ученый в данном случае. И такой процесс мы себя ведем, и, конечно же, вот в течение вот этих 9 лет, когда мы создали наши институты, когда педобразование появилось в КФУ, мы шаг за шагом поворачиваем коллег, которые были в плену старых, я, наверное, ну, могу вызвать критику у некоторых коллег, но в плену очень таких теоретизированных, абстрактных тем, да, которые были свойственны для предыдущего этапа развития отечественной педагогики, ну, говоря ни о чем там. Очень много публикаций было по теории педагогики, по истории педагогики, в то время, когда есть масса текущих живых проблем, требующих вот реальных исследований на Земле, которые могут быть интересны и полезны, самое главное. Поэтому это большой инструмент для управленческого решения. То есть, правильно понимаешь, что это будет один из тех эпизодов, когда отлив покажет, кто плавал без трусов? Конечно, конечно. А вот скажите, в такой момент, с чем Казанский федеральный университет и, в данном случае, Институт образования и психологии идёт на эту конференцию, что он несёт в качестве своих научных достижений, открытий, что будет представлено, на ваш взгляд, самое интересное? Можно я вот начну, да, получается? Что касается тем, да, я, коллеги, продолжат, прежде всего, у нас юбилейный год в этом году, 20 лет, вернее, 10 лет создания Казанского федерального университета. И мы подводим своеобразный итог, что за эти 10 лет сделано в системе педагогического образования в Казанской федеральном университете. Я спрашиваю наших ветеранов, коллег, да, могли бы ли вы представить 11 лет назад, что Казанский федеральный университет станет одним из центров педагогического, мы входим в тройку крупнейших центров педагогического образования в России, да. И я спрашиваю, это у химиков ещё из КГУ, да, получается, химиков, физиков, математиков, они говорят, никогда не могли представить, да. А сейчас самый успешный кейс продвижения КФУ, и единственная область, которая в КФУ представлена в топ-100 в мире, да, это education, это teacher education, да. И вот за эти 10 лет мы прошли тот путь, который мы сейчас систематизируем. И самое, наверное, одно из интересных выступлений, это пленарный доклад. Не обижайте астрофизиков, они тоже в топ-100 входят. Нет. Астрономы наши входят. Не входят. Уже не входят? Не входят, и не входили. Да. Я вам говорю, никто не входит, получается. Выше, единственное, кто входит в топ-200, это филологи, да, ещё, да. Дальше выше нет, понимаете? То есть, да, всё. И вот здесь, ну ладно, всякий кулик своё болото хвалит, поэтому я уже должен себе сказать, да. И в этом плане, и вот как раз таки доклад ректора Казанского федерального университета, Академика Галфуровича Тракатовича, будет посвящён вот обобщению этого опыта, да, потому что мы в процессе, да, и мы знаем, вот что КФУ, благодаря чему КФУ за эти 10 лет смог трансформировать педагогическое образование и двинуться дальше. А дальше уже доклады коллег, об этом скажут, Рост Алексеевна Татьяна Александровна, они, наверное, детализируют, что мы делаем в этой области. Ну, например, могу сказать, что у нас запланирован симпозиум, симпозиум по педагогическому образованию в Центральной и Восточной Европе. Казалось бы, ну, о чём здесь можно сильно говорить, но мы уже создали эту группу, создали год назад, в которую входят страны Центральной и Восточной Европы, ну, мы скажем, постсоциалистические страны, да, и 22 страны будут принимать участие в этом исследовании. И на симпозиум приедет, будут выступать, будут представлены пять стран, но тем не менее это уже, ну, такая заявка на серьёзную монографию, каким образом в течение последних 30 лет изменялось педагогическое образование. В странах, предположим, бывших Республик Советского Союза, это, естественно, у нас вообще единая была система, а в постсоциалистических странах, таких как Польша, Болгария, Венгрия, страны от бывшей Югославии, там много их, да, все они тоже были под влиянием всё-таки Советского Союза. И вот очень интересно посмотреть, что изменилось, что является глобальным, что является частным для каждой этой страны. И тоже хочу с гордостью заявить, что, ну, во-первых, меня пригласили в качестве одного из редакторов монографии на эту тему, пригласили как, действительно, специалиста в этой области. Кроме того, вчера уже полная заявка на издание монографии от этих 22 стран отправлена в издательство «Рутлыч». То есть это тоже уже продвижение, это шаг для того, чтобы Казанский федеральный университет стал известен ещё более широкому кругу читателей. Вот смотрите, Казанский федеральный университет должен стать известен более широкому кругу читателей за рубежом, я так понимаю? Ну, Казанский федеральный университет находится в Казани, и здесь живёт миллион человек, жителей нашего города, у которых есть дети, которые ходят в школу, которые сталкиваются с проблемами школьного образования каждый день. На этой конференции будут ли темы, которые будут касаться их, и возможно решение их проблем? Если будут какие? Можно дополнить вопрос. Вот сейчас глобальная перестройка вообще, вот я считаю, происходит глобальная перестройка всей системы образования, и она вынуждена под воздействием известного фактора пандемии. Когда эта пандемия закончится, никто не знает, до сих пор не могут сказать что-то вразумительное насчёт вакцины, и когда всё придёт в норму. Вот. И сейчас в Казанском федеральном университете ежедневно проходят 3000 онлайн занятий только в Казани, а на Бережных Челнах и в Елабуге КФУ проводят свыше 1000 онлайн занятий ежедневно. Это колоссальный стресс. Как это отродится в вашей научной деятельности? Какие монографии вы напишите? Вот я хочу как раз и сказать, мы каждый год определяем три глобальные темы, три конференции внутри форума. И нам удавалось в течение всех этих шести лет всё-таки попадать в точку очень актуальной проблемы. И первая тема, которая была заявлена в прошлом году, год назад была заявлена цифровизация педагогического образования. И порядка, наверное, 50% всех заявок связаны именно с цифровизацией образования, в том числе с проблемами, которые встречаются учителя, с которыми встречаются дети, родители во время осуществления дистанционного обучения. И я думаю, что новые монографии нас ещё ждут впереди. Именно по результатам нашего форума. И ещё хочу сказать, что вот закончили сейчас мы сбор таких видеоинтервью от наших коллег из... На данный момент мы получили 9 видеоинтервью от коллег из разных стран. Англоязычных. И 8 русскоязычных зарубежных учёных. Да. Где задавали один вопрос. Во-первых, какое влияние оказала ситуация с COVID-19 на студентов, на родителей, на учителей? Ну, студентов имеется в виду в широком смысле и студентов в высших учебных заведениях и школьников. Да, потому что на английском языке students – это и ученики, и студенты в нашем смысле этого слова. И второй вопрос. Какие уроки для педобразования мы можем получить для изменения педобразования в ситуации COVID-19? Для изменений, для того, чтобы правильно организовать вот это дистанционное обучение. Получается, что мы идём всё-таки впереди, заглядываем вперёд. И вот эта тема стала центральной на нашем форуме этого года. То есть, получается, COVID-19 только подстегнул то, к чему двигалось мировое педагогическое сообщество. Совершенно верно. Совершенно верно. Если даже можно сказать, в нашем институте этот процесс достаточно жёстко был инициирован и контролировался со стороны Дармансурча. И преподаватели наши, даже временами моей кафедры, и я даже сама, грешна, признаюсь, думаю, ну зачем так сильно интенсивно двигаться в этом направлении? Нужно думать о blended education, distance education, то есть о смешанном. Почему сегодня мы всё время говорим о цифре, о каких-то темах внутри цифровизации, и вдруг COVID-19. Вы знаете, это... Вы не из мирового правительства, часом. Всё предвидели. Я думаю, фильм «Есть и завтра война». А если завтра война? Да, наверное, из этой серии. Потому что надо быть готовым. Анатолий Мансурович, я не могу задать этот вопрос к вам как к администратору науки, то есть человеку, который в том числе считает деньги. Традиционный офлайн-режим форумов, он стоит достаточно больших денег. Организационных, те же красивые автобусы, те же туристическая программа. Насколько с материальной точки зрения в рублевом эквиваленте вышло дешевле проведение конференции в формате виртуальном? Всё-таки основная статья традиционного офлайн-форума, это не экскурсионная программа. Как правило, экскурсионную программу мы никогда не тратим на это деньги, это проходит за счёт взносов участников. Это общемировая практика. Но правда цену, понятно, что если за рубежом мы за такие сервисы платим 50 евро и так далее, здесь это буквально формальная сумма, но она окупает расходы. Основная статья – это расходы на ключевых спекера. Это тоже мировая практика, это крупные имена, которых очень жёстко расписан график на ближайшие как минимум два года, которые везде ждут. И как раз-таки конференции построены по принципу, что на этих ключевых спекеров, которые могут сказать что-то очень актуальное, приезжают и другие. Понимаете? И поэтому этим ключевым спекерам оплачивается перелёт, как правило, бизнес-классом, проживание и гонорар. Мы никогда не платили за бизнес-класс, потому что у нас всё-таки очень хорошие спекеры, которые понимают, что мы не можем этого сделать. Мы никогда не платили гонорар, получается, потому что это тоже всё. Но мы оплачивали дорогу и проживали в гостинице. И вот как раз-таки это так, как представьте себе, вот там ключевой спекер, в этом году их 17 у нас, и расходы в зависимости, если из Европы, приезд и так далее, это примерно 80-90 тысяч из Америки, эта сумма возрастает. То есть львиная доля уходила именно на ключевых спекеров. Поэтому в этом году мы эту сумму экономим. И я просто, наверное, так скажу, потому что нам нужны будут услуги переводчиков, в данном случае, и, наверное, всё. Потому что всё остальное построено на самоокупаемости. И, кстати, форум и предыдущие форумы, несмотря на то, что бюджет их был достаточно такой крупный, а самоокупаемость была высокая, потому что это всё выливалось примерно в 100-120 публикаций, которые работали на престиж университета. И это всё было. Я думаю, где-то в этом году расходы составят 10% от той суммы, которую мы тратили традиционно на оффлайн-форум. Это тоже очень удобно. Но всё-таки, Роза Алексеевна, Татьяна Александровна, вот они сейчас об этом скажут, конференция предполагает живое общение, коммуникацию. Это наука, это в какой-то степени искусство, понимаете? Это творчество, которое, в принципе, наверное, не может быть вогнаны в такие рамки, когда мы сидим дома. А что касается вашего вопроса по поводу наиболее интересных выступлений, Татьяна Александровна, пожалуйста, скажите, вы хорошо знакомы с программой? То, что касается выступлений, которые… Вопрос по поводу контента, по поводу выступлений… Нет, выступления – наиболее интересные темы, которые тоже будут заявлены. То, что касается выступлений. Как уже сказала Роза Алексеевна, цифра проходит красной ниткой через весь контент. У нас в этом году достаточно большое количество участников не только от высших учебных заведений, но также от образовательных организаций, я имею в виду школы. Туасу принимает участие учителя в нашем форуме, принимает очень активное участие молодежь. Это аспиранты и обучающиеся магистратуры. Кроме цифрового контента, цифровизации в области образования, будут рассмотрены проблемы, связанные с педагогическим образованием в условиях социального неравенства. И мы рассмотрим достаточно серьезно темы, связанные с языковым образованием и билингвальным образованием педагогов. Это основные векторные темы, которые были заданы еще год назад, как сказала Роза Алексеевна. С этим флагом идет именно Казахстанский федеральный университет на эту программу. И очень много частных тем. Поэтому, пользуясь такой возможностью, вы спросили о родителях. Проблема в условиях самоизоляции большая возникла ведь не только для детей или для учителей, но и для родителей. Это получается. Многие из них понимали, что видели, наверное, изъяны этой системы, понимали, что теперь учителя нет, надо учить ребенка, надо его контролировать, по крайней мере. Но как это сделать? И поэтому речь идет о ликвидации такой современной, наверное, методической безграмотности родителей. И вот такие мероприятия, как наш форум, они могут стать хорошим подспорьем, когда, например, проблема киберзависимости, интернет-зависимости. Будут такие доклады, их будет очень много. Проблема поведения детей, дальше буллинга. Масса зависимости, каких-то аддикций, которые возникают в этой области. Дальше, состояние ребенка, возрастных психологических особенностей ребенка. Таких докладов будет достаточно много. И поэтому и здесь встает принцип опять-таки селективности. Когда программа есть на сайте ift.kpfu.ru, каждый может заранее посмотреть. Доклады расписаны по дням и в нужный день может зайти, щелкнуть и прослушать. Потому что, в принципе, сейчас мы пришли к ситуации, когда мы сами должны, честно скажем, заботиться об образовании своих детей. И эта ситуация проводит очень четкую грань. И в этой плоскости между родителями, которые первая часть, большая часть уповает только на школу. Школа должна, школа обязана и так далее. Вторая часть, которая более трезво понимает, что в данном случае необходимы усилия не только со стороны школы и со стороны родителей. И в этой связи надо искать и дальше какие-то другие альтернативные формы. Сейчас проблема, которую пока никто не говорит, получается. Как мы выйдем из ковида? Как мы будем сдавать ЕГЭ и так далее? А для меня, как для родителей, у меня двое детей, которые обучаются в школе. Старая дочь у меня работает уже в школе. И у меня проблема в том, я подвижу, как мы будем наверстывать вот этот. Это же был шок, это же был провал, по сути. И не будем обманывать друг друга, что учебный процесс был идеален. Как наверстать в течение следующего учебного года те пробелы, те ямы, которые мы получили. И нужно вносить уже опять-таки изменения в программу, получается. Менять все это. И вот я думаю, для родителей надо слушать и смотреть, как это можно сделать. Опять-таки понимать, даже в той классике, какие есть ресурсы для приобретения знаний. Какие есть электронные площадки, с кем можно работать, как. И вот форум, он решает и эту задачу просвещения такого. Просвещение на этом уровне для родителей, которые должны это слушать. Я поэтому и призываю, я думаю, наверное, практически все у нас, не только ученые и так далее, учителя. Мы и сами родители. И вот эти элементарные знания я сам, как родители, их слушаю. И у нас есть, кстати, проект называется, мы сейчас ежедневно с 17.50 до 18.30 мы организовали проект, называется, по аналогии с ликбезом, ликвидацией безграмотности, ликвидацией цифровой безграмотности, ликбез. Где каждый преподаватель рассказывает об психологических аспектах дистанционного обучения, рассказывает о, как они учат, о своем опыте, рассказывают, какие конфликты психологические. Очень много таких тем возникают в семье из-за этого. Ну, опять мы же видим, да, когда там война за компьютер, маленькая квартира, да, не дают заниматься, концентрироваться там и так далее. Это новый вызов, который требует новых знаний. И вот форум, я не говорю, что это панацея, но это тоже какой-то шаг вот к их разрешению. То есть там будут анализироваться эти проблемы и какие-то решения, самые разные проблемы. То есть те проблемы, которые актуальны вот не вообще, не для междунаучного сообщества, а вот, да, конкретных наших жителей нашего города, жителей нашей страны, у которых есть дети, которые в школе. Более того, вы знаете, когда мы рецензировали поступающие заявки, ведь форум называется по педагогическому образованию. Казалось бы, все три конференции связаны с тем, каким образом готовить учителя в контексте разных проблем, трех разных проблем. Но очень часто присылались доклады, связанные с особенностями ребенка, с какими-то проблемами, опять-таки, ребенка, школьного класса там и так далее. И мы вот обсуждали с Татьяной Александровной, что делать, отказать им, они же не пишут о подготовке учителя, но мы подошли все-таки более гибко к этому. Я говорю, ну для того, чтобы подготовить учителя, нужно же знать, какие проблемы есть у этого ребенка, вот в цифровой веке там и вообще вот век этой миграции там и так далее. И поэтому те доклады, которые связаны с особенностями детей, молодежи нашего, нашего сегодняшнего времени, мы тоже оставили. И они занимают тоже особое место в рамках нашего форума. Учитель, он может стать хорошим учителем, только если знает эти проблемы, и эти проблемы у нас обсуждаются. Да, и плюс я добавлю, география все-таки говорит сама за себя. У нас участвует 70 городов России, у нас участвует около 300 университетов, у нас участвуют 30 стран мира и 8 федеральных университетов. То есть я думаю, что вот эта география и представленность участников, она тоже сыграет свою роль. И мы сможем увидеть такой полный пазл, скажем так, исследований, которые проводятся в области педагогического образования, образования в нашей стране и за рубежом. Вы знаете, время, наша программа подходит к концу, но у меня есть один вопрос, который я хочу задать Анармине Мансуровичу. Это вопрос связан с ярмаркой Счислави. Вот вы упоминали о том, что любая конференция, любой международный форум очень зависит, очень важно для них это ключевые спикеры. Вот какими ключевыми спикерами на этой первой виртуальной конференции в Казани, шестой по счету и первой виртуальной, вы новыми ключевыми спикерами, вы гордитесь, которые вы говорите, что да, вот это внутреннее ощущение, пускай как администратора, как организатора науки, как организатора этого форума, вот внутри вы говорите, что да, я в этом году хорошо, мы этого человека привлекли. Я горжусь, вот честно говоря, да, потому что это действительно звезды, да, я горжусь всеми, я скажу чуть позже, да, но вот сейчас, наверное, все-таки предварительную работу большую по переписке с ними, по поиску таких ключевых спикеров, не все ведь соглашаются, понимаете, да, потому что у них расписан график. Да, и здесь вот Роза Алексеевна, Татьяна Александровна, все-таки вы расскажите, пожалуйста, подробнее таких наиболее знаковых фигур, которые в этом году будут. Кто расскажет? Татьяна Александровна, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что, в принципе, ключевые спикеры определялись в соответствии с той тематикой, которая была заявлена на форуме, как мы уже сказали, цифры поставлены в главу угла, это первая конференция, и поэтому у нас будут очень мощные исследователи, работающие в этом научном направлении. Это Джон Шульц, который представляет университет Сауд-Гэмптона и который является руководителем цифровой лаборатории данного университета. У нас в ключевых спикерах Андрея Старчич, тоже достаточно крупный научный специалист в области цифры, цифровизации в образовании. И Ян Суламанидис, который представляет такую страну, как Австралия, и тоже занимается достаточно глубоко проблемой цифр в образовании. Также это ключевые спикеры прошлых лет, яркие очень личности, это профессор Ян Ментер, который является почетным профессором университета Оксфорда, это Конор Гелвин, который представляет Ирландию и университет Дублина и многие другие. То есть это те специалисты, которыми мы работаем, есть специалисты, которыми мы работаем не первый год и новички на нашем форуме. И я бы хотела сказать слова особой благодарности за то, что все эти специалисты, все эти выдающиеся ученые с большим пониманием отнеслись к нашему переходу к виртуальному пространству и поддержали нас в этой ситуации. Люди сегодня на самом деле очень напуганы, и их готовность поддержать нас видеолекциями, их готовность вступить с нами в серьезный научный разговор во время панельных дискуссий, она заслуживает уважения. И здесь я бы продолжил, все-таки авторитет, если вы говорили о тщеславии, определяется в научном мире все-таки наукометрическими показателями, в том числе того или иного исследователя. Это важный момент. И здесь есть такие высокохиршевые ученые, которые к нам приезжают, Эдисон Трикетт, один из основоположников, вернее, не приезжает уже, а который будет выступать, виртуально приезжает Эдисон Трикетт, который является одним из основоположников социальной психологии в США. У нее более 30, индекс Хирша. Дальше есть Шерл Грейг, президент Айсад из Нирсета Техаса. Это принцип, по которому отбираются, действительно, потому что они интересны. Но мы ставим для себя задачу, это наша такая общая методология, то есть первый приезд, выступление и так далее, а дальше мы строим очень серьезные планы по дальнейшему сотрудничеству. Тем же самым, например, если у нас Эдисон Трикетт сейчас в переписке даст согласие, мы хотим заявиться на большой мегагрант по привлечению зарубежных ученых в Казанский федеральный университет, для того, чтобы здесь формировалась его школа. Также и с другими учеными, и вот Татьяна Александровна сказала о новичках, но у нас еще есть и костяк. Это, как правило, очень известные администраторы, это и менеджер Макмахан, декан школы образования из университета Глазго, другие коллеги. Ну и для нас это опыт, понимаете, дело в том, что они задают очень такой хороший высокий тон. И о российских, безусловно, потому что в этом году дали согласие выступить в качестве ключевых спекеров. Один, наверное, из идеологов реформирования образования в России, Исаак Давыдович Фрумин из высшей школы экономики. Это один из, наверное, тоже людей, который задает стратегию цифровой трансформации в образовании России, академик Семенов Алексей Львович. Это ректор крупнейшего педагогического университета страны, МПГУ, Лубков Алексей Владимирович и ряд других ученых. И вот отдельный блок, Роза Алексеевна говорила о том, что мы затрагиваем широкий спектр проблем. В этом году у нас очень широко представлены ученые из ведущих университетов России. Для нас это, прежде всего, МГУ, Высшая школа экономики и Российская академия образования. РУДН тоже. Да, РУДН, Лихановка и другие федеральные университеты, МПГУ. И я бы отдельно еще бы анонсировал отдельную исследовательскую группу, которая будет возглавляться очень крупно, наверное, специалистом в области дефектологии. И кохлеарной адаптации для слабослышащих детей. Академик Кукушкина Ольга Ильинична. Мы тоже недавно познакомились в течение года и очень так полезно работаем. Для родителей, всеми которых есть такие проблемы в области дефектологии, заседания этой исследовательской группы тоже будут очень интересны. И вот мой принцип жизненный, да, то есть понятно, что не может быть идеального выступления, которое там все это заимствовал. И для себя, я свое говорю о себе, если я 10% из доклада полезного для тебя подчеркнул, я безумно счастлив, да. И поэтому, если каждый найдет себе ту точку, которая ему интересна, затрагивает, наверное, задача форума будет выполнена. Я бы хотел поблагодарить за завершение все-таки своих коллег, да, потому что большая работа сделана Розой Алексеевной, потому что, я еще раз говорю, это сейчас наиболее известные российские исследователи за рубежом в этой области. Роза Алексеевна, это не громкие слова, потому что надо посмотреть просто вашу, только ваши публикации. Это Татьяна Александровна, которая в этом году заменила Розу Алексеевну на должность заместителя директора по международным отношениям. Огромная работа проделана и вот, и содержательная, и все эти инновации, которые мы используем, они во многом заслугой являются Татьяны Александровны. В чем они важны, да, это первый опыт для КФУ, да. И вот тот алгоритм, мы все это будем описывать, да, организацию такой конференции пошаговой, проблемы, что нужно сделать, как получается, да, Татьяна Александровна как раз-таки проводится. И мы надеемся, что опыт проведения ИФТ-2020 в виртуальном формате будет полезен и для Казанского федерального университета, для других наших коллег из других институтов, ну и пример, вчера у меня был разговор с чиновником из департамента информатизации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, они тоже проявили интерес, и как мы проводим, и так далее. Я думаю, мы будем очень полезны, да, не только в научном плане, но и в организационном плане для других российских вузов, которые посмотрят, и все мы вместе в итоге сможем разрушить те препоны, которые стоят на пути нашего общения в условиях вот этой самоизоляции, пандемии, коронавируса. Спасибо. Спасибо большое. Я представлю наших, повторю, представлю наших гостей сегодняшних и спикеров. Это директор Института психологии и образования профессор Калимулина Дармини Мансурович, завкафедра педагогики Института психологии и образования профессор Валеева Роза Алексеевна и заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования Балашова Татьяна Александровна. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, все было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова